Многие пользователи портала бизнес-заработок, которые не имели дела с отчетностью предприятий, впервые увидев документы и термины, капекс и апекс, спрашивают, что это такое. Подробнее об этих терминах мы расскажем ниже. Капекс – сокращение от английских выражений capital expense или capital expenditure, означающих капитальные затраты или расходы. Это затраты, как правило, разовые, нерегулярные, направляемые компанией на покупку внеоборотных активов, их модернизацию, реконструкцию. Капитальные затраты предназначены для приобретения средств производства, которые станут фундаментом бизнеса и принесут основной результат. Капитальным затратам чаще всего относят покупку основных средств и нематериальных активов. Основным, но не единственным отличительным признаком которых является длительный срок использования в деятельности предприятия. Главная идея капекс – это улучшать эффективность компании за счет разовых инвестиций. Примерами может служить следующие затраты. Покупка оборудования, мебели, зданий, серверов. Патентов модернизации существующих активов, обновление вычислительной и производственной техники, ремонт оборудования и помещений, строительство новых складов, цехов. Заводов – проектно-изыскательная работа, обучение персонала выдачи кредитов, займов, эмиссия облигаций. Акции можно также отнести к капекс, так как в конечном счете компания получит прибыль, которую потом можно будет вложить. Капекс нуждается в постоянном финансировании, иначе предприятие попросту не будет развиваться и в лучшем случае будет стоять на одном месте, а в худшем начнет уступать позиции конкурирующим компаниям. Поэтому основной актив должен постоянно функционировать и пополняться. Для этого можно привлекать инвесторов со стороны или вкладывать собственные средства, полученные от продажи товаров и услуг компании. Вот лишь основной список затрат, которые может включать в себя капекс – проектно-изыскательные работы. Техническое перевооружение, тестирование оборудования, модернизация техники, ремонт оборудования. Средства на выполнение всех этих действий должны выделяться из основного актива и постоянно дополняться, поскольку от этого зависит развитие компании. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Наиболее грамотные и предприимчивые предприниматели понимают, когда лучше всего вкладываться в развитие той или иной функции. Когда лучше перевести деньги из АПЕКС в КАПЕКС и как именно следует управлять компанией, чтобы в ее бюджете всегда оставались деньги на развитие. КАПЕКС – это не только средство, потраченное на развитие компании. Сюда также можно отнести капитальные затраты средства, которые не приводят напрямую к развитию предприятия, но сопутствуют этому. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Вот небольшой список примеров. Профессиональные консультации у специалистов. Затраты на обучение управлению бизнесом. Трудовые вознаграждения сотрудникам. Эти пункты не влияют на развитие предприятия прямым образом, однако все равно рано или поздно приводят к развитию. Если вы будете выплачивать сотрудникам денежные премии, то они будут мотивированы на хорошую работу. Затраты на консультацию с юристом окупятся, когда вы решите оформить договор о сотрудничестве с другой фирмой. Но с затратами на различные тренинги все еще понятнее, чем больше вы будете знать о своей сфере деятельности, тем лучше у вас будет получаться управлять компанией и ее ресурсами. Если из-за инвестиций в КАПЕКС вы потом не сможете погасить что-то из ежемесячных расходов, то лучше всего воздержаться от подобных действий. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Также рекомендуется учитывать следующие факторы. Текущие параметры предприятия в некоторых случаях развития может оказаться неуместным. Поскольку оно не будет реализовано в полном объеме, например, в штате не хватает сотрудников, которые бы могли работать на новом оборудовании. Конкретные параметры текущего актива не всегда имеющийся актив позволяет начать развивать имеющиеся предприятия, поэтому развитие приостанавливается до тех пор. Пока не будут найдены новые ресурсы, к примеру, площадь помещения не позволяет закупить оборудование, в результате чего придется ждать открытия нового магазина или завода, денежная оценка количества финансов, которые могут быть направлены на продвижение бизнеса без ущерба уже имеющемуся предприятию. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Если вы будете учитывать все вышеперечисленные показатели, то вложение средств в развитие компании принесет огромную прибыль. Поэтому научитесь расценивать свои возможности и время, когда Капекс будет максимально выгодным. Apex Angle Operating Expense Operating Expenditch Операционные издержки Затраты, которые несет компания в процессе текущей деятельности для обеспечения функционирования. Такие расходы также называют затратами текущего периода. Практически все регулярные платежи аренда, заработная плата специалистов, стоимость расходных материалов и прочие относятся именно к операционным затратам. Все затраты в процессе хозяйственной деятельности относятся либо к капитальным, либо к операционным, к АПЕКС или АПЕКС. Что дает такое разделение? Основная цель, которая при этом преследуется внести ясность для руководителей бизнеса и инвесторов в то, каким образом тратятся компании и средства. Кроме того, грамотное распределение издержек позволяет управлять прибылью и суммами налогообложения. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Примером затрат АПЕКС являются Зарплата в большинстве случаев занимает наибольший процент от других затрат, оплату лицензии аренда помещений и коммунальные платежи канцелярские товары, интернет. Мобильная связь проведения рекламных и маркетинговых компаний, консультации специалистов или их услуг, если есть такая необходимость. В каких-то случаях эти траты относят к АПЕКС, АПЕКС есть на каждом предприятии, а КАПЕКС не всегда присутствует. В любой компании отсутствуют средства, которые позволяют производить продукцию или услуги для продажи. Именно на первом этапе развития происходят основные затраты КАПЕКС. Под этим может подразумеваться строительство или покупка здания, приобретение всего необходимого оборудования, расширение первоначальной материальной базы предприятия и так далее. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Считается ли инвестиция в основные средства предприятия со стороны акционера или юридической компании капитальным вложением? Безусловно, поскольку это позволяет развить предприятие и получить от вложенных денег определенную прибыль. Размер инвестиционной программы КАПЕКС зависит от политики компании. К примеру, многие корпорации продают ценные бумаги, после чего выплачивают инвесторам прибыль по акциям или облигации. КАПЕКС – это очень важный пункт для развития любого предприятия. Озвучено Яндекс Спичкит. Однако стоит понимать, что формула для его расчета в большинстве случаев является строго индивидуальной, поскольку одни компании нуждаются больше в капитальных средствах, а другие – в операционных. Однако все-таки существует определенная формула, которая считается универсальной и подходит большинству компаний. Для расчета КАПЕКС следуйте ниже описанному алгоритму. Один – высчитываем прибыль компании за месяц. Два – вычитаем из нее все расходники за этот период. Три – из получившегося числа отнимаем 85%. Четыре – оставшаяся сумма отправляется на развитие компании. Большинство специалистов уверены, что 15% от чистой прибыли более чем достаточно, чтобы развивать предприятие. Цифра может показаться изначально небольшой, однако она будет увеличиваться с каждым месяцем, по мере развития компании. Через несколько лет эти 15% будут составлять не 30-40 тысяч рублей, а несколько миллионов. КАПЕКС – это не только средство, потраченное на развитие компании. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Озвучено Яндекс Спичкит. Сюда также можно отнести капитальные затраты средства, которые не приводят напрямую к развитию предприятия, но сопутствуют этому. Вот небольшой список примеров. Профессиональные консультации у специалистов. Затраты на обучение управлению бизнесом. Трудовые вознаграждения сотрудникам. Все эти пункты не влияют на развитие предприятия прямым образом, однако все равно рано или поздно приводят к развитию. Если вы будете выплачивать сотрудникам денежные премии, то они будут мотивированы на хорошую работу. Затраты на консультацию с юристом окупятся, когда вы решите оформить договор о сотрудничестве с другой фирмой. Нас с затратами на различные тренинги все еще понятнее, чем больше вы будете знать о своей сфере деятельности, тем лучше у вас будет получаться управлять компанией и ее ресурсами. При ведении бизнеса предпринимателю постоянно приходится выбирать лучшие варианты. Например, можно вместо аренды помещения разово потратить большую сумму на его покупку. В каждом отдельном случае оптимальное решение будет разное. Собственно говоря, навыки предпринимателя к управлению своим бизнесом приносят или не приносят успех. Иногда нужен талант или чутье, иногда просто здравый подход. Такие спорные ситуации возникают практически всегда и в нашей повседневной жизни. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Например, покупка собственного авто или же езда на такси. Что выбрать? Собственное авто потребует еще и ежегодных затрат на страховку, ОСАГО, оплата транспортного налога, техническое обслуживание бензин. При этом стоимость дешевеет с каждым годом. А эти же самые деньги могли приносить солидный доход, находясь в тех же облигациях или на банковском депозите. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.